Спасибо, Боб, это было замечательно. Спасибо. Я хочу начать этот вечер. Здравствуйте. Этот вечер у нас посвящен, и слава Богу, получилось. И сегодня я забрала из типографии новый шестой номер журнала «Знаки ветра». Это одна причина, по которой мы здесь собрались. Вторая причина также, по которой мы здесь собрались, наш друг, уже, можно сказать, Павел Жабун, был в Израиле. И так получилось, что мы смогли соединить его приезд в Израиле, этот вечер, для того, чтобы расширить пространство поэтическое взаимодействие. Поэтому и этот вечер, и этот номер мы сделали достаточно внезапно, быстрее, чем обычно мы делаем наши номера и вечера. И тема замечательная, походы замечательная. Люди хорошие. И я придаю слово Владимиру Тарасову, составителю поэтических сборников «Знаки ветра». Спасибо, Алина. Да, действительно, это... В общем, все беды позади в связи с шестным номером, потому что все в самую последнюю секунду. Остается только закатывать глаза, и представлять себе, что такого никогда не было. Наш вечер в первую очередь откроет специальный гость из Москвы, Павел Джарбун. Он публиковался в четвертом номере. Павел Джарбун... Значит, я не могу давать краткие характеристики, это получится немножко длинно. Павел Джарбун в своем «Изыскание и слома» не удовлетворяется обычными общепринятыми ходами, приемами, так сказать, общепринятой антихудожественной логикой речи. Он близит тому, что я декларировал в качестве синтетизма. Сейчас о синтетизме я говорить не хочу, а просто хочу пригласить Павла. Он, возможно, расскажет о себе, прочитает стихи. Окей, Павел, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер. Рад всех видеть. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу прочесть некоторые тексты, которые появлялись как-то довольно странно. Я долго думал, что мне такое прочитать. Какая-то часть текстов, написанных мной, она подпадает под определенные концепции, поскольку я пытаюсь каждую книгу писать, чтобы она была не похожа на предыдущую. Бывают тексты, которые вдруг появляются между этой работой. Они как-то выпадают внезапно сами. И как-то им можно придавать значение, можно никакого значения не придавать. Я решил все-таки как-то их отдельно собирать и изучать, что это такое. И как раз именно хотел прочитать именно этот корпус текстов. Сделал это я под определенное звучание, которое мной самим разработано на музыкальных программах различных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клими мой мир. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В нем распростертый кислород, смешной фарфоровый пастух, хрестоматийный перестух семян в коробочке самшита, снега в осколках ядража, створоженные сторожа, тулупы звезды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, все не так уж важно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 любовь. Нежнейшей зелени апреля перерастала в плач свирели, и это чувствовал любой, что скоро из медовых сот иссякнут патоки потоки, и мальчик с голосом сороки полнеба в санках. Мальчик с голосом сороки полнеба в санках. Этот скульптор, седой старик, вырезает юнца из кости, превратив его тело в крик журавлей, воскресивших осень. Юнга с выветренным лицом, окровавленная коленка, небо синяя изолента разделила тебя с отцом. Лишь догадками связан сон с ветряными шагами в небо. Больно думать, что невесом опустевший прозрачный невод. На луне остриен иглы, нацарапаны знаки таян. Что-то шепчут во тьме стволы. Видишь, к нам летят две стрелы, априкосовая золотая.